Всем привет, друзья, это Сергей, канал Лоллскул Геймер. Продолжаем проходить StarCraft Wings of Liberty. Киперион, коридор F, бортовое время, 4 ночи. Не спит по ночам Рейнорда. Бухает. Ну и походка у него, нормально он закинулся. What the fuck? Опа! Я пронзил ткань времени, но в будущем взлел лишь заживание. Но остается искра надежды. Ее жизнь будет в твоих руках. И хотя она должна умереть за свои преступления, лишь она сможет нас спасти. Погоди-ка, ты говоришь о Керриган. Прошло 4 года, ты появляешься из ниоткуда. Времени мало, ты должен понять. Здесь ответы на все... На авито продам. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на вроске. И... Исчез. Так же внезапно, как появился. Ммм, какая штука. Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Чтобы не нашел зероту, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он. Что ж... Выбора нет. Выбора нет. Итак, у нас появился кристалл. Даже ачивку за это дали. И новый артефакт появился. Давайте про артефакт посмотрим сначала ролик. Уже жалею, что притащил эти артефакты на корабль. Вы что-нибудь о них выяснили? Да. Есть любопытное открытие. Артефакт с Ксила отличается от остальных. Тем не менее, я думаю, что все они являются частями одного целого. То есть, вместе они станут еще мощнее? Видимо, да. Это только мое предположение. Но похоже, артефакты притягиваются друг к другу. Как магнит? Некий гармонический резонанс. Судя по точкам, в которых происходит транслинейное выравнивание, я могу предположить, что... Не умничай. ...как магниты в поле определенной... Вот, магниты, да. Ясно. Вы вот что. Пока ничего не выравниваете. По мне, они и так достаточно ровно висят. Угу. Ну и поговорим с Хэнсом. Вижу, у нас новая находка. Это протосское устройство? Именно. На вашем месте я бы не стал в нем копаться. Это кайдаринский кристалл Ихан. Своего рода запоминающее устройство. Он позволяет испытать то же, что испытывал тот, чья память записана в кристалле. Подобный опыт может оказаться очень опасным. При этом в вас нет и тени страха. Вы удивительный человек, Джим Рейнер. Ну, подкатывает. В ротусах и зергах больше, чем эксперты, пишущие статьи для журналов. Знаю, что еще я знаю. Так, никаких новых исследований не появилось. Посмотрим кристалл. Рейнер, вон чьи пустоты все ближе. Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. Надежда. Ну, как видите, в кристалле можно проходить миссии. Тут мини-компании, то ли из трех, то ли из четырех миссий, где нужно играть за протасов. Весьма прикольно. То, что затизили нам еще немного протасов в компании про людей. Но прямо сейчас мы не будем проходить, потому что нужно в остальные комнаты заглянуть. И посмотреть новости, как минимум. С вами Донни Вермиллион. На канале ЮНН. В сегодняшнем выпуске. Вторжение зергов. Развитие событий. В условиях растущей угрозы Доминион твердо удерживает свои позиции. Производство военной техники на всех направлениях значительно возросло. Армия активно пополняется за счет системы исправительных учреждений. Отряды морской пехоты готовы вступить в бой. Зерги и не подозревают, какой сокрушительный удар их ждет. Донни, у нас есть сведения о том, когда война перейдет из оборонительной фазы в наступательную. Кейт, если я об этом скажу, я выдам секретную государственную информацию. Ну-ка, ну-ка, говори. Вы считаете, что зерги смотрят нашу передачу? Я не считаю, Кейт. Я знаю. Таковы новости к этому часу. С вами Кейт Локвелл на канале ЮНН. Тоже хочется с нами поговорить. Как прошла встреча. Не понимаю, о чем ты. И еще как понимаешь, Джеймс Рейнер. На этом корабле был гость. Ты что? Я чую его запах. Сопли кушаешь. Нормально он его запугал. Тайкос, что скажешь? У нас на борту уже три артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? Это будет не так просто. Я слышал, зерги напали на исследовательский центр Мебиусов на Терадоре. Зачем, непонятно. Если королеве Клинков нужны артефакты, ей там ловить нечего. Если твои умники не продержатся до нашего прибытия, мы так и не узнаем этого. Загружай данные на звездную карту. Похоже, нам предстоит старая, добрая, спасательная операция. Окей. Наемники новые появились. Это приятно. Наемники крутые. Это мастера осады. Два элитных осадных танка. 33 к здоровью. 66 аж к урону. Притон наемникова. Два отряда на задание. Круто выглядят. Небольшое элитное подразделение танкистов, ранее служивших конфедерацией. Их танки оснащены специально доработанными орудиями, которые способны решить все ваши проблемы одним выстрелом. Всего 45 тысяч. 10% от моего запаса кредитов. Конечно, нанять. Супер. Тут все. В лаборатории все. Сходим в арсенал. Ух ты, осадный танк появился. Не такой уж и большой по сравнению с огнеметчиками и мародерами. Ух ты, модель красивая. Конечно, нравятся мне вот эти танчики. Осадный танк Круцио. Бронированная мобильная артиллерийская установка. Остращенный 90-мм пушками. Танк Круцио – это дорогостоящая модификация модели «Радуга». Дальнобойность 80-мм осадной пушки увеличена на 50%. Танк стреляет раскаленными вольфрамовыми снарядами. Среди солдат Доминиона бытует мнение, что артиллеристы Круцио чаще попадают по своим, чем по врагу. Может быть, именно поэтому во время побывок боровые танкисты всегда держатся вместе. Побывок. Что такое побывок? Типа, когда бухают? Испытатель первой модели Круцио Вендал Словенс установил на тачку, как он называл свой танк, навороченную аудиосистему. Сержант Словенс пал смертью храбрых. Во время боя он не расслышал приказ к отступлению и попал в окружение. Свон хочет поговорить с нами. Теперь, когда у нас есть осадные танки, можно повеселиться по-взрослому. Это уж точно. В консоль арсенала можно танки проапгрейдить. Вот они. Осадные танки наносят атакованные цели 40 единиц дополнительного урона. Урон по области не меняется. Либо осадные пушки наносят дружественным единицам на 75% меньше урона. Это, конечно, полезно. Но дорого. А вот это прикольно. Вот это приобретут сразу. Танки. Они как бункеры. Для защиты базы в любой миссии могут пригодиться. Так, убедимся. В кают-компании все. Лаборатория. Тоже все. Идем на мостик. Поговорим с Хорнетом. Ты не поверишь. Хорнером. Только что видел на корабле Зератулы. Эээ... Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Та-ха-ха-ха. Я видел его, Мэт. Он был ранен. И пытался от кого-то сбежать. И где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Но это будет чуть позже. У нас еще много миссий тут. О, опять четыре. Кархал это мы знаем. Это про робота. Тирадор. Новый Фолсом. Гавань. Ну, давайте, наверное, на гавань пойдем. Она уже давно. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке. Но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одну из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Итак, защитить колонию на гавани. 125 тысяч вознаграждений. Возможные исследования. Непонятно. Упросительный знак. Это типа, они будут, но мы пока не знаем, какие. Или можно будет выбрать, или ничего не будет. И витинг дают. Я уже много витингов взорвал. Но хотелось бы свой получить. Это прикольные такие трансформеры. Давайте начнем. Гавань уже близко, но сигналов от... Опа. Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией. И, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Протосы. Остановите их. Бат, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроятся. Энтара Тасадар, Джеймс Рейнер. Энтара Тасадар, тварь. Энтара Тасадар, Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айором. Энтара Тасадар, Силендис. Послушайте. При всем уважении, я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. И если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Эх, женщины. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. О, реально нам дали выбор. Защитить колонию или уничтожить колонию. Итак, защитить. Принять в конфликте с протосами сторону тиранских беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов, вне зависимости от результата. Уничтожить колонию. Объединиться со старыми союзниками, протосами против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Просто протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь. И на выбор либо три исследования зергов, либо протосов. Но это, думаю, ни на что не влияет. Всего три, это как за обычную миссию. И вопрос. С одной стороны, вроде бы нацистские настроения протосов по полному истреблению, они правильные. Но с другой стороны, посмотрите на эти губки, на эти ушки, на эти нарисованные фломастером брови. Такая деточка пропадает. И даже насрать на ее вакцину, просто ради бобенки, я думаю, стоит защитить колонию. Поехали. Не у Рейнера, у меня. Ты понимаешь, что это не за бесплатно было сделано, Дедка. Нормальный кораблик. Воздоятель. Соберите всех на главной базе. Если воздоятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не извинился, колбой. Бросаешься, очертя голову в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи Викингер. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Да уж. Воздоятель черпает энергию из протокских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздоятель. Его уничтожили. Мы их остановим. Окей. Остановить протасов. Задание тихая гавань. С реактором можно строить два Викинга одновременно. Очень полезный совет. Ну, начнем с массового строительства КСМов. КСМов. Так. Людишки. Такая машинка. Прикольно. Так. Вот нексуса. И вот три базы. Которые разнесут. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протасы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Так. Больше КСМов. Постройте реактор. Тут давайте закажем по лаборатории. Ну, и как можно больше КСМов. Потому что сейчас мы будем плодить много Викингов. Ну, и наемники как перезарядятся закажем. Так, КСМ. Давайте хоронилищ пару. Даже троечку лучше сразу. Воздаятеля. Ну, это он точно разнесет. Ну, остальные мы можем успеть, на самом деле, защитить. Так, триста надо на два. Надо больше КСМов. Так. А не только... Еще семьдесят пять. Надо газа. Надо КСМы на газ еще послать. Все, пусть строится. А мы копим на Витингов. Воздаятель направляется к базе колонистов. Угу. Здоровый материнский корабль-воздаятель. Разнесем его, я думаю. Чуть попозже. КСМ готов. Пока КСМов строим. Чем больше, тем лучше. Так, ладно. Еще одного пошлю завод строить перерабатывающий. Посылайте подмогу. КСМ готов. Кто не дождет. КСМ. КСМ готов. Так. Один КСМ мне давайте сюда на ремонт. Сейчас еще два Витинга закажу. И продолжаем КСМ устроить. Чем больше, тем лучше. Сразу до максимума, если их настроить, нормально будет. Давайте еще на газ двух пошлем сразу. И продолжим еще. Все, хватит, я думаю, строить их. Давайте полетели. У меня сейчас еще два построятся и полетим. О, сейчас он разнесет базу. Злодейский корабль. Так, аккуратненько. Вот. И второй давайте. Ну, я думаю, этими силами... Пушки, небось. Пушки? Ну, можно... Они питаются от этой хрени. О, сейчас стрельнет. Давайте, разносите. Аккуратно, аккуратно. О, нормально. Выключаются пушки от этого. Давайте. Оп, нормально. Еще один. Отступаем, отступаем. Отступаем. Давайте его. Оп. Блин, один потерял все-таки. Ладно, сейчас починимся. Тут еще пару построим. Так. Еще пяток КСМов закажем. Отряд протасов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Так. Скорее в атаку. Полетели. КСМ готов. Тут много животных, кстати, на карте, которых надо затыкать. Непременно. Аккуратно. Приказ получен. Так, раздести. Нормально, нормально. Мощно, мощно. Блин, наперебили пехоту, конечно. Давайте, давайте, давайте. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Коровы. Нельзя затыкать коров. Колонисты эвакуировали первое поселение, находящееся на пути воздоятель. Отлично. Колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Блин, а тут была такая уже тема. У колонистов. А, ну она, походу, так останется у них. Короче, нельзя вет затыкать. А, можно, можно. Все, отлично. Давай, тыкаем, тыкаем, тыкаем. Давай, затыкаем еще одного. Э, преградили. Норм. Так. Давайте, построим мародеров. Никаких, нет, не знаю. Так, и еще больше мне надо ферм. Понял. Да. Так, я думаю, нормально. Так, улучшаем вооружение. И копим бабки на наемников. Так, еще два сейчас построятся. Еще два сразу закажу. О, даешь разбой. Не думаю, что они тут отстроились. Давайте. Ну, а тут что-то интересное, смотрите-ка. Протасы добрались до следующего поселения, сэр. Такой, 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 такой. Такой. Всех овец взорвать. По-любому, тут есть ачивка за массовое убийство животных. Так, 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 так. А, это просто какая-то пилильная хрень. Ну-ка, давайте вот тут карту откроем, посмотрим. Есть тут что-нибудь в углу интересное. Просто красивые локации. Кстати, мы несколько раз видели рыбу в озере. Мне интересно, а рыбу можно затыкать до смерти? Так. Так. Давайте еще летающих. Так. Еще стройте Веспен. Тут строится. Ну, давайте. Нормально. Большой летучий отряд. Поехали Нексусы разносить. Вторая база. Ну, и разнесем, наверное, сначала вот Нексус, который... Блин, ну, стромно тут пролетает. Сейчас если он пульнет, разнесет всех моих витингов, будет обидно. А, ну не. Он еще долго заряжается. Смело. Я не продержусь в одиночку. А, нифига он пуляет. Приказ получен. Разнес мне одного витинга. Датчики энергии зашкаливают. Протасы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Это по мне. О. Бабах. Красота. А как же? Я не продержусь в одиночку. Архонт может стрелять по воздушным? Может. Ага. Все разнес. Давайте. Блин, у меня столько всего закоцанного. Хорошо. Сейчас Архонт, мне кажется, может показать себя с лучшей стороны. Обнаружена эскадрилья протасов. Она направляется в поселение колонистов. Неприменно. Так, ну эскадрилью надо сразу разносить. Так, давайте мне еще витингов. Да побольше. Наемников. Так. Мочи. Мочи. Протасы нас всех убьют. Не убьют, не ссыте. Успели уйти. Отлично. Надо собрать там, кстати, ресурсы. Протсы тоже тупые. Построили Нексусы вообще практически без охраны. Ну хотя это так, наверное. В качестве суппорта, поддержки воздушной операции своей. По уничтожению зараженных. Блин. Черт. Так, летите сюда. Даешь разбой. Давайте еще проапгрейдим. Блин, дебил. Опять мимо этого полетела хреня. Че же такой невнимательный. Собираем ресурсики. Взлетаем. На базу. Смело. Готов к трансформации. Надо, чтобы их починили. А? Кого подлатать? Давайте, давайте, подлатывайте. Даешь разбой. Скорее. Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь. Торопитесь. Чините быстрее. Так. Последние давайте. Чините. Прикольно прям. Миссию целиком можно пройти летающими. Не. Пятнадцать штук уже. Принято. Это по мне. Вперед. Победа. Садитесь. О, овца. Убить овцов. Давайте это заносите. Бам. Все. Сначала убить овец. Бам. Такие звуки мерзкие. Как они лопаются. Все. Давайте. Успеем его разнести, пока он лагер не разнес. Мне кажется, не успеем. Надо будет отлететь. Хотя. Может и успеем. Он до нас не достреливает даже, да? Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда. Не успею. Успею. Черт, не успел. Чуть-чуть прям. Взорвал. Ты правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Спасибо, спасибо. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Я тоже в это надеюсь. И два достижения нам дали. Тихая гавань. Все задачи выполнить. И задание доктора Рейль Хэнсон. То есть я на нее еще все задания выполнил. Сюжетная линия завершена. Ты не пройдешь. Спасите. Три поселения колонистов. Задание. Тихая гавань. Надо в собственности боец. И для ветерана спасите два поселения колонистов. Ну это конечно более трудно на ветеране. Ну прикольная миссия. Прошли. Нужно будет еще перепройти альтернативный вариант. Где на стороне протос. Вот что ж как отдельная миссия. Думаю в архиве можно будет пройти и ее. Просто выбор уже не отразится на будущих миссиях. Так. Именно для прохождения. Наверное именно в следующей части и пройдем сразу пока. Ну история не закончена. На этом все. С вами был Сергей. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok